Здравствуйте, с вами снова Татьяна Бейко и сегодня попробуем нарисовать очень легкий зимний пейзаж используя две краски, черную и белила. Итак, начнем. Первое, что я сделаю, как обычно, буду использовать джесса, грунтовка, это у меня белая, но я ее сразу затонирую черным. Я могу использовать пейну, скорее всего, серая пейна, можно марс черный, все, что у вас есть. Набираю белил на холл, сколько мне там понадобится и сюда добавляю серую пейну, где-то, может быть, 1,5 смешиваю. Я хочу получить довольно-таки темно-серый, вот так, я думаю, достаточно. Довольно-таки такой хороший, благородный, серенький, где-то, наверное, пятерочка по тональности. Так, сейчас, смотрите, какой темный. Сейчас наносим на холст, покрываем его полностью тонким слоем. Там, где у меня будет земля, я сразу провожу такие горизонтальные маски, если у меня там, посмотрите, что-то такое появляется интересное, и очень даже хорошо. На небе вертикальные. Сразу прогрунтую, загрунтую боковушки, но они так, чтобы не отвлекали. Так у меня довольно-таки гладко, и сейчас пускай это высохнет. Я буду использовать фен. И горизонт, вот, где-то чуть выше, 1,3 смешиваю. Так, сюда я сейчас добавлю больше белил. Такие белила. И добавляю вот так немного с края, потому что буду буквально вот так частями подмешивать. Где-то у меня будет потемнее, где-то у меня будет посветлее. Сейчас увидите. Затонировать холст можно было и кистью. Просто мастихином это делать и быстрее, и легче. Ну, в общем-то, довольно-таки ровно получается. И сейчас будем использовать губку, чтобы создать облака. Можно использовать кисть, как хотите. А также, конечно, сюда добавлю еще больше черного. В данном случае это пейна серая. Итак, беру губку и вот сейчас вот белые набираю. Чисто белые набираю. И здесь вот создаем. Почему чисто белые? Потому что у меня все еще немного, слегка сыроват холст. Ну, если я вижу, что это слишком светлая, то приношу сюда потемнее. Здесь уже, конечно, как обычно, создавать просто интересную форму. Так, ну вот, захватываю серенький немножко, белый и чуть серенького. Так, сейчас хочется немного, где-то потемнее, естественно. Драмы. Драмы. Непогода. Такой серый, непонятный день. Здесь у нас будет светлое, потому что будет дерево. Довольно-таки темное, поэтому нам надо сохранить светлое. Тогда создаем тучки, облака, такое неспокойное небо. Естественно, вы можете и кистью, также мастихином все это проделывать. Ну, у меня вот сейчас такая техника. То есть, хорошо иметь несколько техник, как вообще можно создавать все это. Посмотрите, небо довольно-таки интересное. Хочется где-то просвет, может быть, какой-то маленький. Будет на нет. Так, затонирую я вот эти вот очень светлые, пускай оно будет, естественно, здесь светлое. Самое светлое, как бы, пятно, но не такое светлое. На дальнем плане нам надо создать какие-то кустики. Нам не надо здесь, чтобы у нас было... Ну, что, это обычная, самая обычная губка, вы моете посуду. Ой. Сейчас я беру маленький, совсем кусочек, и иду с таким, очень темным. Кустики, здесь уже что-то есть повыше даже. И сразу же набираю светлого тоже. Вот так вот. Припорошить слегка. Ну, давайте, берем, посмотрим, что тут. Ну, довольно-таки симпатичное. Немного, так, опять пройдемся с темным где-то, вот так вот. То есть, вы обратили внимание, да, что у нас получается практически вся картина, это у нас не мастихином даже, а губкой. Так, вот, чтобы краешек такой, как бы, был остренький, удобно, значит, у нас где-то самое темное, здесь темное и светлое. Снег где-то, вот так вот. Вот там особенно, если свет падает, видно. Вот так. Вот у нас не вода, да, не море, не волны, хотя очень даже похоже. Ну, что же, здесь вот, конечно, чтобы вот так вот еще лучше пустить, темненько, показать. Всегда хорошо мастихином показать, либо что-то самое светлое, либо темное что-то, вот так. Ну, так вот, значит, покажем движение опять, как я вам уже говорила, да, такие диагональные мазки у нас в картину, все, все в картину. Интересно, ну, самое, конечно, темное у нас здесь будет, но пока темное. Можно какие-то даже кустики будут, вот так вот, травки, кустики. Не забываем, прошлое у нас видео было. На ребро и так, в разные стороны. Снежок где-то еще остался, но в основном он, естественно, уже как бы исчез. Вот, конечно, над деревом надо поработать. Какое-нибудь интересное дерево, если уж здесь ничего такого интересного нет. Знаете, бывают такие деревья интересные, такие довольно-таки здесь вот стол, этот самый широкий, самый такой, он низенький, а потом расходится в разные стороны. И так, значит, подготавливаю черный и довольно-таки жидкий, то есть я делаю такие наметки, хорошо, конечно, чтобы все высохло. Если у вас что-то не получится, вы всегда сможете убрать. Так как это зимнее дерево, листва, естественно, уже вся опала, и поэтому веточки надо очень тщательно и красиво прорисовывать. Начинаем всегда где-то от основания, если у нас очень широко идет, либо вообще попробовали где-то там на бумаге. Сначала можно бумагу держать, тоже так убирать лишнюю краску. Вот видите? И вот потом уже вот так вот идти, идти, идти. Когда у вас набрано действительно очень много, но убрали излишек, то тогда можно рисовать и рисовать. И, значит, что у нас получается? Все листики опали. Раньше это дерево было вот такое вот раскидистое, да, сейчас все веточки опали, и оно опять вот так все наверх, эти веточки все поднялись. Не забываем, естественно, наверху они совсем тонюсенькие, практически их и не видно. Это вот веточки. Но нам еще надо всякие сучки рисовать, мелкие. Можно, конечно, посмотрите, вот так вот. Так и почти сухой кистью. Ну, надо обязательно, чтобы вот это было сухо уже небо. Итак, я набираю сначала темные. Черные практически. И вот пробую где-то. О, смотрите, ляпы такие. А ляпы нам не нужны. Значит, я сначала здесь где-то попробовала. О, опять. Ну, ничего, ладно. Посмотрите. Очень даже и симпатично. Здесь следим, не увлекаемся, следим, естественно, за формой. Так, я пробую где-нибудь. Может быть, здесь сначала. Здесь у основания может быть там веточек побольше, естественно. И там еще довольно-таки листиков много осталось. Ну, я сейчас смотрю, допустим, где-то принести потемнее. то есть, значит, у нас вот первое это как бы задние эти и веточки с листиками. О, сюда что-то. О, видите, как наляпала сразу. Так, ну, вот за этим мы следим, конечно. Ничего. О, белое, видите, добавила. Снежок. Не очень-то мне хотелось сюда. Ну, может быть, где-то. Еще. Потому что снежка так немного. Что-то там осталось сверху. Еще не улетело. Вот так. Ну, естественно, принесем сюда. Вот снег. Чередуем. Где-то темная у нас земля. И кустики там какие-то. Где-то у нас много снега. Так, ну что ж. Здесь сейчас, допустим, надо будет найти еще веточки, если они потерялись. Сделать их более выразительными. Какие-то оставить как задние веточки, которые тоже проглядывают. То есть, вот сейчас, естественно, уже вы видите, какие вам веточки нравятся, какие бы вы хотели как бы вынести на передний план. А какие, пускай вот себе остаются на заднем. Ну, и, конечно, добавлять эти веточки темные. Да, это уже, конечно, когда высохнет. Уже смотреть, что еще добавить. больше белого, больше снега, больше темного. Снег буду добавлять зубной щеткой. Я ее смочила и убрала практически всю влагу. И сейчас набираю белила. Вот такие вот. Посмотрите, какие хорошие, хорошие такие снежинки. Так, лучше всего, конечно, подождать, когда высохнет. И вот добавим черный, причерный, хороший такой на самые главные веточки, которые именно выступают вот на переднем плане. Те, которые за ними, пускай они остаются более такие сероватые. Сейчас у меня все равно еще не совсем подсохло. Это, конечно, надо было делать до того, как я набросала снежок. Посмотрите, насколько стало лучше. Дерево уже приобрело форму. До этого оно сливалось почти с небом. Нам, естественно, надо его вынести было на передний план. Совсем практически уходит на нет. И посмотрите, обязательно надо показать сучки. То есть, на каждой вот этой тоненькой веточке надо еще показать совсем тонюсенькие и их несколько. А здесь, так как дерево практически оно все такое у нас раздетое, то мы следим, что здесь у основания самое широкое, а потом все сужается и сужается. Не получилось бы так, что если у вас где-то вот здесь вот совсем тоненькое, вот как у меня здесь, допустим, и вдруг вот оно вот такое толстое становится. Нет. Подправим, значит, принесем немного поди. Здесь я уже использую черную краску. Не пей, но пей, но это хорошо для дальнего плана, то есть, на заднем плане, что у нас вот есть веточки. Итак, спасибо, что посмотрели мое видео. Надеюсь, что вам понравилось. Вы обязательно попробуйте, это очень легко, как всегда, очень интересно. И до скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok